Планирование целей через маркетинг план Фаберлик Кромное количество вебинаров по маркетинг плану давали. Возможно, кто-то из вас не видел эти вебинары. Мы подборку, я говорю, завтра сброшу, вы сможете посмотреть. И я думала, на что же все-таки сделать акцент для того, чтобы вы смогли спланировать свои цели, которые вы на прошлой неделе обозначили. И решила все-таки сделать больше акцент на понимание, что такое маркетинг план и на понимание по тем вопросам, которые обычно задают. Но это позже. Итак, давайте просто рассмотрим, что же такое вообще маркетинг план. Вообще маркетинг план в социуме, в любой компании, даже не сетевой, это одна из самых важных частей любой компании. Потому что именно по маркетинг плану строится план развития предприятия, план развития и роста, оборота и доходов и многого другого. И поэтому маркетинг план это такое всеобъемлющее слово. Но маркетинг план в сетевом, он немножечко отличается, чуть-чуть. Практически мы делаем то же самое, но как на предприятиях, если мы относимся к своему бизнесу, именно как к бизнесу, серьезно. Без всяких, знаете, как вот там, а как получится. Если мы относимся серьезно, то мы должны выстраивать внутри компании свой маркетинг план, свой бизнес план, который даст нам возможность расти и подниматься по карьерной лестнице. Итак, маркетинг план в сетевом, а конкретно еще и фабролик. Это разработанный план движения, который для нас разработала компания по карьерной лестнице. И именно план выплат вознаграждения за достигнутый результат. У нас это называется объемная скидка. Многие задают вопрос, а что такое объемная скидка, откуда будут скидывать. Скидывать ниоткуда не будут. Единственное, что до директора, до того, как вы не оформили индивидуального предпринимателя, до этого времени списывается у вас ваших заказов. Списывается с заказов ваша объемная скидка и начисление происходит буквально уже где-то через полчаса, ну, самое большое 40 минут ваша объемная скидка уже находится в вашем личном кабинете после закрытия периода. Те, кто, например, ночами закрывает период и в 2 часа ночи, ну, вот по нашему времени, в 12 часов по Москве, как только стукнет, какое-то время вообще сайт практически недоступен. То есть идет перерасчет. И уже буквально где-то через полчаса, ну, иногда бывает через час, вот именно эти начисления уже находятся у вас в личном кабинете. Вот что такое объемная скидка. Вы ими можете воспользоваться. Для тех, кто подписал, ну, как открыл индивидуального предпринимателя или подписал договор с компанией, для них объемная скидка появляется только в распечатках, то есть там есть чек, который можно взять в личном кабинете, но получение денежных средств в маркетинг-плану производится после закрытия периода где-то, вот, воскресенье закрылось, в четверг мы уже получаем деньги. То есть мы уже на наш расчетный счет в четверг или в пятницу приходят деньги. И поэтому, когда кто-то говорит, что в Фаберлик или в сетевом не платят, это полный бред, это полная глупость, это просто неправильно выстроенное вообще планирование и вообще бизнес неправильно выстроен. Поэтому вот. Итак, прям вот акцент вам делаю, коллеги. Знание и умение рассчитывать маркетинг-план Фаберлик дает вам возможность. Жалко, что у меня тут немножко не видно, я попробую уменьшить немножко слайд, получится или нет, не знаю. Нет, не получается. Ну ладно. Именно знание и умение рассчитывать маркетинг-план дает вам возможность ориентироваться при составлении бизнес-плана своего. Вы тогда более грамотно можете именно распланировать свои, знаете как, свои объемы, а уже потом распланировать действия для достижения. Но в начале объемы, для того, чтобы понимать, куда вы идете, что вы хотите по итогу получить, что вы хотите купить. Вы составляли книгу желаний и в каждой книге желаний есть желание, которое стоит определенную сумму денег. И вот как раз, если вы не умеете рассчитывать маркетинг-план, то вы будете говорить, ой, я не знаю, как это будет, ну я вроде бы 3000 спланировала, ну вот я спланировала через 2 года. А через 2 года вы доходите до квалификации директора и говорите, и что это ничего, поэтому это очень важно, знать именно и уметь считать. Второе. Рассчитывать стратегию роста по карьерной лестнице. Тогда вы будете более четко ориентироваться, на каком объеме куда двигаться, где какую планку поставить, как внутри должна выстраиваться ваша структура, для того, чтобы вы не просто достигли квалификации директора, например, или выше, а чтобы вы понимали, сколько в этой квалификации вы получите по итогу, и сколько в этой квалификации, какие именно мечты ваши реализуются. Потому что, может быть, будут какие-то более мелкие мечты, а может быть, более крупные. Я вам потом слайды обязательно сброшу в чаты, чтобы вам легче было ориентироваться по ним. Это вам даст возможность планировать свои доходы для достижения целей и реализации мечт. Но я об этом уже сказала. Направлять своих консультантов в составлении их бизнес-плана. Невозможно, знаете как, управлять и направлять в своей структуре, если вы не знаете, как выстраиваться маркетинг-план. Если вы не знаете, как помочь рассчитать вашему консультанту его объемы. Если он вам говорит, у меня проблема, у меня просто элементарно развалили зимние сапоги. Стоят эти сапоги, например, 20 тысяч, хочу купить себе дорогие сапоги. Как мне заработать, в какой квалификации я могу заработать на сапоги, а что мне нужно, как мне лучше двигаться и так далее. Поэтому вот именно знание поможет вам. Знаете как, вот там еще один был пункт, который я сейчас, я его просто зачитаю у себя на презентации, потому что раз съехал слайд, сейчас зачитаю, секундочку, коллеги. А звучит он так. Быть компетентным в построении и ведении бизнеса. Что значит быть компетентным? Вот, например, когда я начала разбираться четко в маркетинг-плане, когда я начала разбираться, как грамотнее мне сделать так, чтобы сделать какую-то квалификацию, я начала разбираться, как грамотнее вырасти по квалификационной лестнице, но в то же время и чтобы мой чек был высокий. Вот именно вот это знание дает результат. Если этого знания нету, компетенции нету, очень часто поэтому многие сидят на своих квалификациях и не двигаются, потому что они не понимают, куда нужно, необходимо идти. А идти есть куда. Всем рекомендую обязательно более внимательно изучить маркетинг-план, обязательно изучить все лестницы успеха, все квалификационные лестницы. Вот эта картинка, она просто уникальная, она шикарная. Тут все расписано, тут расписаны бонусы, тут расписаны квалификационные бонусы, директорские бонусы, объемы и многое-многое другое. То есть вот рекомендую всем обязательно изучить, настаиваю, не буду говорить рекомендую, дурацкая моя привычка рекомендовать и не настаивать. Я настаиваю, я обязываю вас изучить эту лестницу успеха. Поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кто готов изучить лестницу успеха со всеми ее прилагающимися маркетинг-планом. Поставьте мне, пожалуйста, восхитительный знак. Кто готов? Лидия, благодарю. Татьяна, благодарю. Елена, Леночка, благодарю. Галина, отлично. Елена, Александр, Евгения, я по ней делала 22 ДЗ прошлый день. Умница, Лидия, замечательно. Вот, отлично. Это, конечно, ваше право делать или не делать, но я все-таки настаиваю, чтобы вы обязательно это сделали. Итак, существуют три пути развития структуры. Их намного больше, но я решила все-таки самые основные три пути развития структуры вам обозначить. Об этом я уже говорила, но немножко в другом контексте. Очень часто вы задаете прям конкретный вопрос. Причем каждый второй. Спасибо, Нина. Так, Тома, отлично. Оксана, благодарю. А то я думала, что все остальные не хотят изучать. Вы прям вот каждый практически, вот каждый второй задает мне вопрос, а как строить структуру? Как лучше солнышком или сарделькой, сосиской там, лидерской? И придумать целую кучу это, возможностей. Строить так, как вам удобно, чтобы подстроить под вашу цель. Наверное, запутало вас еще больше. Давайте я вам покажу несколько этапов, вообще путей развития структуры, чтобы вам легче было определиться, какая структура именно поможет вам прийти к той цели, о которой вы мечтали, которую вы прописали на прошлой неделе. Спасибо, Ирина. Итак, первое, это лидерское. Лидерское построение структуры. Здесь акцент ставится на изначальное закладывание лидерских веток. Что это значит? То есть, когда приходит человек с осознанием лидера, без структуры, или, например, кто-то принял решение и решил строить структуру, и он хочет очень-очень быстро вырасти по карьерной лестнице. Быстро, по карьерной, именно по квалификациям, идти по лестнице, по это один за другим. Прямо вот идти, идти, идти. Вот здесь, в этой ситуации, как раз вот построение лидерской структуры самое оптимальное, потому что расти по карьерной лестнице гораздо проще и быстрее именно вот по этому пути. Построение может быть внутри, то есть, знаете как, закладывается сразу же, например, шесть веток. Вы видели все это на нашем сайте, мы прям сделали. Шесть веток вы закладываете, ваши люди по шесть веток закладывают, те люди по шесть веток закладывают и так далее и тому подобное. Но обычно многие лидеры приходят и просто-напросто закладывают сразу же шесть веток, то есть сразу же шесть лидерских структур. Кто-то делает три, ну это, знаете как, три, это три директора, это квалификация, ну, золота. А шесть это уже квалификация бриллианта, это особенная квалификация, дальше я вам скажу о них. Поэтому закладывать лучше сразу шесть в данной ситуации и уже идти к квалификации бриллианта. Изначально. И уже эти структуры, которых вы заложили, уже под них и строятся структуры. Не значит, что наставник, который заложил, строит. Строят те люди, которые пришли на позицию лидера, партнера. То есть вы изначально с ним договорились, он сказал, я хочу строить бизнес. Отлично. Давай, я тебе буду помогать, но ты сам приглашаешь, мы с тобой будем совместные какие-то действия делать. Мы, вот тебе обучение дополнительно, вот это. Это не значит, что вы под него строите. Это значит, что вы его направляете и контролируете и помогаете. Вот это лидерская структура. А внутри уже сам лидер выбирает, как он будет строить. Может быть, он будет строить солнышко. Это всех людей будет регистрировать свою первую линию. Может быть, он будет строить сосиской, как многие говорят. Потому что она, правда, как сосиска. Один по другому. Не совсем рекомендую такое построение. Дальше объясню, когда начнете изучать маркетинг-план, вы увидите минусы этого построения. Там есть плюсы по росту, но минусы по доходам. Ну и минусы по наставничеству. И там есть минус по командовому взаимодействию. Да, рост есть. Но в конечном итоге, в какой-то момент, такая структура чаще всего начинает разваливаться. Потому что многие люди не получают того результата, о котором им говорили изначально. Но, в принципе, вот с сосиской тоже есть такое построение метода. Один по другому. Могут строить так же, как вы, лидерские. То есть в каждой ветке одинаковое количество лидерских групп. Как у нас прописано на нашем сайте, где вы как раз проходили обучение, пошаговый план. Вот там было у нас написано 6666. То есть одинаковое количество людей приводит каждый человек. И тогда это более упрощенная схема и очень быстрый и шикарный рост. Может быть хаотичное. Я долго думала, как назвать это слово, потому что такого слова по идее нет. Но на самом деле оно получается хаотично. То есть как получится. То есть может где-то в первую линию. Где-то там кто-то появится вдруг и по вторую. Кто-то там, например, лидерскую будет строить, а может быть и больше потребительской. То есть как получится, как поток будет людей, каких будет идти, всех будут привлекать. Поэтому в лидерском вы ставите на акцент своих лидеров. То есть 5 или 6 или 3 или 8 лидерских структур. Но самое оптимальное 6 – это как раз тот момент, когда золотая середина, которая приведет вас быстро к бриллианту. А уже изнутри вы можете обсудить со своим лидером, как он захочет строить структуру, так он и будет строить. Поэтому здесь возможностей огромное множество. Главное, чтобы эта структура, чтобы эти лидерские структуры запустились и начали мощно быстро расти. Второй тип путь развития – это потребительская структура. Это когда, знаете как, акцент ставится на развитие большой, огромной сети преданных, прямо вот говорю слово, это преданных, влюбленных в продукт, фабролит потребителей. Если у вас, вы приводите людей-потребителей, то вы должны их влюбить в продукт. Они должны просто быть фанатами нашего продукта. Тогда ваш объем всегда будет расти, он всегда будет большим, огромным, потому что люди просто будут покупать продукцию и будут радоваться жизни. Но здесь, в этой структуре, есть такой момент, что существуют сезонности, и вы должны помнить об этом, если вы приняли решение строить потребительскую структуру, а это построение солнышком, в первую линию все, то тогда вы должны понимать, что пополнение каждый каталог новичков должно быть обязательно. И обязательно должны быть большое количество темы обучения взаимодействия по продукту и по помощи, потому что здесь в основном не консультанты, хотя они обозначены у компании консультантами, на самом деле они такие же клиенты, только со скидкой. Много времени мы так их и называли, не потребители, а непривилегированные покупатели, а мы их так и называли клиенты со скидкой, потому что это все так клиенты, но со скидкой. Их нужно также облизывать, любить как клиентов. И есть такое построение пути. Есть третье построение структуры развития, это смешанная структура. Когда мне спрашивают, как вы строите, я вот вам говорю, коллеги, если вы, например, не знали об этом, я строю смешанные структуры. Я за смешанные структуры. Я не против лидерских, я не против потребительских. Я просто понимаю, что именно смешанная структура дает максимальный рост и максимальный доход. Она медленнее растет, чем лидерская. Она чуть меньше получает, чем потребительская в доходе. Но смешанная структура, это та структура, которая всегда стабильно растущая. То есть падение в данной структуре вообще мизерное, минимальное. В основном такая структура выходит в позицию стагнации, то есть останавливается на каком-то объеме, пока не произойдет какой-то рывок, пока не появится новый лидер. Так вот, эта структура, здесь акцент ставится на массовый рекрутинг и уже выявление лидеров и определение плана с ними развития, по какому пути лидер этот пойдет, то ли лидерским путем, то ли потребительским путем, то ли еще каким смешанным. Вот именно выявление лидера из массового рекрутинга. И сейчас тоже зачитаю, тут не видно еще один пункт, секунду. И сейчас скажу, смотрите, там последующее выявление лидеров и определение плана построения структуры в зависимости от целей и задач самого лидера. И по итогу уже корректировка объема, то есть объем, вот обязательно в смешанной структуре необходимо сравнивать объем лидерских структур должен быть равен объему потребителей, которые помимо этих лидеров. Если вы сделаете 50, получили, родители давно уже получили, не поняла, Лидия, я не поняла, что родители получили. Так вот, смотрите, в смешанной структуре должна быть всегда, должен быть контроль и корректировка, чтобы 50% это были объемы потребителей, а 50% чтобы это были объемы лидеров. Тогда действительно вот эта структура, она будет иметь вес, у вас всегда будет высокий чек, и вы всегда будете получать намного больше, чем многие другие. Ну вот, например, ну будьте очень хороший чек, имейте и расти будете замечательно. Коллеги, есть ли вопросы по этим пунктам, потому что я двинусь дальше. Поставьте, если есть вопросы, напишите, я буду переходить на следующий слайд. Есть ли вопросы? Лидия, вы напишите, про каких родителей вы написали, я не совсем поняла. А, нет вопросов? Хорошо. Итак, смотрите, я решила вам указать, спасибо, Галина, я решила вам указать вообще правила, которые при получении объемной скидки. Вот это очень важно знать, и обязательно... А, вы Елене написали, понятно, запутали меня. Это обязательно, ну, необходимо знать, самим вам и обязательно передавать своим консультантам. Потому что есть несколько самых важных правил, которые действительно вам помогут обязательно всегда получать, как измеряется... А я вам дам хороший вопрос, Евгения, будет чуть позже, мы прям разберем каждую это, как каждую структуру. Вот смотрите, чтобы получать обязательно хороший доход, именно чтобы чек ваш, чтобы вы не говорили, опа, а что это так мало я получила. Итак, первое. Всегда ваш групповой объем, ваш общий групповой объем в процентах по маркетинг-плану должен быть выше, как минимум на одну ступеньку по отношению к вашим лидерам. Если у вас есть лидеры, и вот лидер вышел, например, на 6%, то значит у вас на одну планку должно быть больше. Какой объем должен быть у вас? Напишите мне, пожалуйста. Если, предположим, у вас лидер под вами вышел на 6%, и он у вас один. Вот у него 200 баллов. На 9, благодарю вас. Всегда как минимум на одну, как минимум на одну планку. Если эта планка будет в 2 раза выше, еще лучше, вы больше получите. Но как минимум на одну ступенечку вверх. В одном проценте с вашим лидером вы получаете только за свой объем. Если вдруг вы не вышли на одну планку выше, у вас 6% и у вашего лидера 6%. Ваш лидер получает 6% со своего объема, а вы получаете 6% только со своего объема, и объем вашего лидера в расчет не входит. Понятно это говорю? Что разделяется. Понятно говорю или нет? То есть вот предположим, смотрите, у вас, сейчас я попробую написать вот здесь сбоку, у вас, предположим, 300 баллов. Ваш групповой объем 300 баллов. Ваш лидер, ваш лидер сделал, предположим, 250. Сколько получается у вас? Если у вас 300, лидер 250. Пишите. Понятно? Спасибо, Лена. Сколько? Напишите мне, сколько получается у вас, помимо вашего лидера? Вы видите, в одном проценте. Сколько? Так, пишите, жду. Не-не-не, не плюсом. У вас всего ваш групповой объем 300 баллов. Всего ваш групповой объем 300 баллов. У вашего лидера под вами 250. Правильно. Да, 50. Смотрите, что получается. Вы получаете не за 300 баллов, не за 300 баллов, а вы получаете 50 баллов умножить на 60 рублей и умножить на 6%. Вы получите только за свои 50 баллов, если это ваш личный объем. А ваш лидер получает за 250. То есть 250 у вас проходит боком. Оно единственное вас вытолкнуло на процент, но получить объемную скидку вы не сможете с этого объема. Теперь следующее правило. Вот это обязательно к себе возьмите за правило. И многие говорят, что-то я не пойму. У меня вроде объем большой. У меня вроде бы 580 баллов. Я почти на 9% вышла, на 6%. Но почему-то я получила совсем мало. Вот по той причине, что у вас есть лидеры, с которыми у вас одинаковые проценты. Второе правило, которое обязательно нужно знать. Всегда ваш личный объем должен быть не менее 50 баллов за каталог. Если вы не сделаете свой положенный личный объем, может быть и больше, и 100, и 80, и 200, и 300. Но если у вас будет 49, 99 даже, вы проворонили и где-то пропустили вот какую-то вот такую ситуацию, или ваши люди пропустили, то считайте хана. За групповой объем компания вам не заплатит. Если вы не сделали, то вы не получите объемную скидку за объем вашей структуры, даже если он вывел вас на проценты. В данной ситуации получает, знаете кто? Получает объемную скидку за групповой объем вашей структуры, ваш прямой наставник. То есть, предположим, вот смотрите, у меня есть консультант подо мной, Курячий Максим. Он директор. И он, например, вот Курячий Максим не делает свои личные 50 баллов. Вот я нехороший пример привела. Директоров там немножко другой расчет, там по-другому. Там немножко не так рассчитывается. Хорошо, предположим, у меня есть лидер, у которого 2000 баллов подо мной, а я директор. И она не делает 50 баллов личный объем. Вот за 2000 баллов группового объема мне компания насчитает полные проценты, полные, мои 23 процента с этого объема. Если внутри, в этой структурке нету кто-то, ну как вот, которые вышли по маркетинг-плану. Понятно, сказала или нет, для понимания? Если да, поставьте плюсики, пожалуйста. Понятно или нет? Поэтому, знаете как? Понятно, спасибо. Очень важно, чтобы вы учитывали этот вариант. Не то, чтобы вы думали, вот, блин, достанется наставнику. Не в этом смысле. В другом смысле. Потому что есть люди, которые мне говорят, вот есть такая ситуация, говорят, а почему мне не подарили подарок? Я говорю, а вы не выполнили личный объем. Но я же вышла на новую квалификацию, у меня же больше 300 баллов. Я говорю, ну вы не сделали свой положенный личный объем. И это не считается. Потому что нужно именно вот это делать. Третье правило, которое очень важно учитывать. Всегда необходимо отслеживать свой групповой объем, и личный в том числе. Потому что даже хотя бы не достает 1 балл или 0,001 балл там, то сразу снижается ваш процент по маркетинг-плану. Если у вас будет, предположим, 2999,99, то вы уже не директор. И вы уже не получите, не 23% у вас будет, а уже будет 19%. И многие вот на этом слетают. Поэтому под конец периода обязательно нужно отслеживать, чтобы все было четко. Там кое-что еще написано. Сейчас зачитаю, потому что не видно здесь. Никаких, если вы пропустили свой положенный личный объем, а нет, соответственно, вы получаете меньше денег за работу, на высоких процентах вы теряете несколько тысяч рублей. Если это рассчитывать, то это прям вот сильно заметно, прям вот несколько тысяч, прям обидно становится до невозможности. В квалификации, вот, например, если вы не вышли на квалификацию директора, там вы теряете порядка 10 тысяч. Сразу же, хлоп, и нет. Четвертое. Расчет объемной скидки производится строго по датам каталожного периода. Если вы пропустили свой положенный личный объем или групповой объем, то есть в период не оплатили, даже если, например, ваш заказ был оплачен, но по каким-то причинам не сработал сайт, или не сработала банковская система, даже если деньги будут лежать на счету вашем, и они почему-то не списались, никаких перерасчетов компания не делает. Я сама уже натыкалась на такую ситуацию, был у меня такой консультант, который столкнулся с этой ситуацией, и мы сказали, упс. Ну, нам сказали, будьте внимательны и делайте заранее. Почему мы и просим, чтобы вы делали заранее. Это понятно или нет? Почему я решила обратить на это внимание? Вроде бы к планированию это не относится, но это относится к планированию, потому что вы должны написать в планировании, в бизнес-плане контрольные точки, когда вы будете четко отслеживать, сколько сделано, сколько нужно доделать и сколько добавить. Если понятно, поставьте плюсик, я двигаюсь к следующему слайду. Нам осталось совсем немножко, нет звука, перезагрузка. Ага, все, спасибо, ответили. Так, людей, это все отлично. Сейчас мы с вами будем делать небольшую практику, то есть я практически здесь для вас расчет сделала вот по структурам, для того, чтобы вы понимали, где какие выплаты и какие доходы и в какой структуре есть. Итак, давайте рассмотрим лидерскую структуру. Я вот такую картинку поставила, где 5 лидеров, например, 5 лидерских групп, неважно, как там расположено. Представьте, что вы делаете личный объем 50 баллов, групповой ваш объем составляет 3650 баллов. Я специально взяла одинаковые показатели для того, чтобы вы увидели, спасибо, что написали, что понятно, чтобы вы увидели, как в разных, ну вот в разных структурах, в лидерской, потребительской и смешанной, насколько отличается доход, вот эта объемная скидка от компании. Вот смотрите, взяла одинаковый показатель. У вас личный объем 50 баллов, и за основу берем групповой объем 3650. Ну, я так специально сделала, потому что, чтобы удобнее было. У вас, предположим, у вас лидерская структура, и у вас 6 групп по 600 баллов. Это, соответственно, получается, ваши группы делают 3600 баллов. Вы видите, плюс ваши 50, и у вас получается 3650. Расчет по маркетинг-плану. Что же происходит? Вы, как директор, так как у вас более 3000, имеете 23%. Ваши группы, ваши лидеры вышли на 9%. Итак, начинаем считать. Если, коллеги, вот эти показатели будут непонятны, напишите мне, я вам подскажу. Первое. Что мы делаем? 6 групп умножить на 600 баллов. Мы их объединяем и получаем 3600 баллов. Это объем всех лидерских групп. Второе. 3600 умножить на 60 рублей, это стоимость 1 балла в расчете объемной скидки. Это правило. И умножить, обратите внимание, 23% ваших, минус 9% ваших лидеров, и вы с этого объема 3600 имеете 14%, а не полные 23%. И у вас получается, вы получаете объемную скидку доход от компании за лидерские структуры 30240 рублей. Следующий расчет. 3650 баллов групповой объем. Мы вычитаем объем лидерских ваших групп 3600, и остается 50 баллов, с которых у вас будет полные 23% помимо лидерских групп. 50 умножить на 60 рублей умножить на 23%, вы получите 690 рублей за 50 баллов. Здесь может быть 100,000, но в лидерских обычно акцент идет на лидеров, и, соответственно, не учитывается потребительская структура. То есть нету там никаких потребителей практически. Итак, считаем 30240, которые вы получите за ваших лидеров, плюс 690, которые с вашего объема, и того ваша объемная скидка составит 30930 рублей, и плюс бонус квалификационный по итогу 8 периодов, как вы подтвердите квалификацию. Вот такой доход будет при таком объеме. Каждый каталог будет 30930, или там будет колебаться, в зависимости, как структура будет срабатывать. И плюс единовременный бонус, ну как выплата, 55 тысяч рублей. Здесь на слайде не видно, вам зачитаю, сброшу потом слайд. Итак, запишите себе пометочку, как домашнее задание. Это не будет учитываться в милях, это для вас лично. Когда будете вообще рассчитывать маркетинг-план, обязательно возьмите другие объемы. То есть представьте, что у вас лидеры структур с другими объемами. Не все по 600, а, например, есть 200, есть 600, есть 1000, есть полторы. У них совершенно другие проценты. Попробуйте рассчитать вот эти лидерские структуры, какая объемная скидка у вас получится. Здесь, в принципе, объемная скидка приличная, потому что на 600 баллов. Когда эти лидеры выйдут на 1000 и выйдут на 1500, вот здесь вот директор, конечно, скажет, упс. Потому что там очень сильно упадет объем. Пап, представьте ситуацию, если у вас будут 6-1500 балников, вроде бы высокий объем, но доход будет не очень высокий. Поэтому дома просто порассчитывайте. Пока я вам не подготовила, не выслала, ну как, дополнительный материал. Вечером посидите, посчитайте разные варианты. Прям возьмите тетрадку и начните рисовать. Можете задавать в процессе вопросы, мы обязательно ответим, потому что мы знаем маркетинг-план, и мы вас сразу же направим. Но вы точно сможете здесь уже сориентироваться. А, хороший вопрос задали, Лидия. Я не помню, сколько там, не 60 рублей. Вы посмотрите, в личном кабинете спускаетесь в самый низ, на главной странице. Если там есть план развития, есть план развития, и там стоит маркетинг-план, и там указаны те цифры, которые именно в белорусских рублях. Хорошо? И также в украинских. То есть я вам говорю по-российским, а вы, в принципе, можете там увидеть вот эти цифры и уже рассчитать, чтобы вам удобнее было. Давайте перейдем, посмотрим в следующую. Зададите вопрос, если что, я потом вам подмогу. Следующую структуру потребительскую. Долго искала картинку для этого слайда. Она, конечно, не совсем соответствует этому, но у меня ощущение, когда у меня была потребительская структура, что она выглядела практически вот так. Потому что все разрозненно, все сами по себе, все непонятно где, все разношерстные. И, конечно, такой структурой очень сложно управлять потребительской. Хотя, в принципе, потребительская структура, она дает самый максимальный доход от компании, именно объемную скидку. Итак, берем пример. Тот же самый пример. Лично объем 50 баллов, групповой объем 3650. Все остальное это потребители и не имеют структуры вообще никакой. Или даже они приглашают своих подруг. Знаете, как бывает, потребители подружку пригласила, по чуть-чуть там сделали, и даже, может быть, на 100 баллов и не вышли. А может быть и вышли на 100 баллов неожиданно, и в какой-то момент уже потом не вышли. То есть здесь сделали, тут не сделали. Обычно в потребительской структуре так и происходит. Даже бывает, что выходит на 200 баллов группового объема, или личного объема 200 баллов много купили, а вдруг на следующий период вообще ни одного балла. Потребительская структура, это действительно, знаете, немножко похоже на хаос, потому что ей управлять невозможно. Ее можно только мотивировать, поголовки гладить и постоянно приглашать новых и новых и новых. Иначе все время будете не понимать вообще, что происходит. И если даже у вас они выйдут, ваши консультанты на 100 баллов, или группового, или личного, это будет 3%, там не очень большой, из 23% вычесть 3, получается 20. То есть это будет для вас практически незаметно. И вы все равно получите практически максимальный доход за объем своей структуры. Итак, расчет по маркетинг-плану вот здесь очень простой. Вы директор 23, ваши консультанты 0%, ну или 3. Потом дома возьмете, просто рассчитаете, представьте, что у вас там, например, 3 или 4, предположим, 3-процентника. И посчитайте, сколько получится. Мы берем за основу. 1 балл равен 1,60 рубль добила. О, спасибо, Дарья, огромное спасибо. Вот, отлично. Итак, смотрите, здесь очень простой расчет. 3 650 умножить на 60 рублей и умножить на 23%. И получается за этот объем 50 370 рублей. То есть полное вознаграждение от компании, максимальное за этот объем. Если в этой ситуации будет не 3 650, а 4 000 или 5 000, это уже квалификация старшего директора, точно так же, если потребительская, вы сможете просто-напросто так же рассчитать, умножить и уже понимать, сколько у вас будет получаться. Итак, ваши доходы в потребительской структуре будут составлять объемная скидка 50 370, каждый каталог, и также бонус квалификационный 55 000 рублей, единовременная выплата. Я просто рекомендую, попробуйте варианты немножко другие. Представьте, что у вас несколько стубальников, то есть суперпокупателей, и посчитайте, насколько уменьшится. Вы увидите, что уменьшится ненамного. Поэтому здесь у потребительской структуры есть огромный плюс, это большое количество денег. С другой стороны, есть огромный минус, вы просто не понимаете, что делать с этими людьми, потому что они, знаете, это как та кошка, которая живет сама по себе. Хочу я гуляю по крыше, хочу хожу по земле. И очень часто ее, такую кошку очень сложно увидеть в темной комнате, потому что она черная. И как реагировать на вот такие структуры сложно. У меня долгое время была такая структура потребительская. Я очень долго пиналась, бодалась и стояла на одном месте. Как только меня это разозлило, я начала искать лидеров, и только тогда пошел процент. Хотя, если вам нужны срочные деньги, то почему нет? Приводите максимальное количество людей в каждый каталог и растите именно на потреблении, что ваши люди, консультанты будут с удовольствием потреблять. Итак, давайте рассмотрим именно смешанную структуру. Интересно, нашла картинку, прямо вот искала, нашла для вас, что где-то отдельно идет потребительская структура, где-то есть какие-то группы. Группы могут быть абсолютно разные. Важное правило, чтобы было, вот смотрите, 50 на 50. То есть, те, которые привилегированные покупатели, объем их должен быть равен объему всех лидеров, которые у вас есть, всех лидерских групп. Понятно, коллеги, что 50% объема это потребительская структура, это те, кто привилегированы.